В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 41-летний житель Саратовской области. По его словам, он познакомился с мужчиной, который обещал помочь ему трудоустроиться на одну из руководящих должностей в ведомстве, осуществляющем контроль за водными ресурсами охранной рыбохозяйственной деятельности. Свои услуги злоумышленник оценил в 5 миллионов рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по западному округу столицы задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний уроженец Саратовской области. По данному факту, следственным управлением УВД по западному округу города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Юрий Титов, исполняющий обязанности начальника управления информацией и общественных связей, Главного управления МВД России по Москве. Понятых сюда! Понятых всех сюда! Девушка, заходите сюда! Сюда подходим, значит, ну чтобы автомобиль задержан, значит, внимательно смотрим за всем происходящим. Пакет машины нахожу. Значит, заходите немножко, так, в съемку. Давайте меня, что назовите на камеру, представьте. Да зачем она это в вас? Представьтесь, еще раз вам говорю, фамилия, миленький. Вот сюда. Ну так, все снял. Здесь в Москве адрес какой у вас? Нет, я приехал в гости. Нет. Обращаю ваше внимание, что вы здесь вот, находится между перед, задними сиденьями, свертов, значит, пакет какой-то целлофановый. Вот, надо зафиксировать. Какая сумма там? Я у него просил 3 миллиона. 3 миллиона просили? Это мои дела, это же лично. Вы отказываетесь отвечать на вопрос? Конечно, отказываетесь. Вы отказываетесь, отлично. Значит, вы уже представились, поясните, значит, только что был остановлен на автомобиле, значит, в котором вы находились, в нем также находился вот этот вот гражданин, значит, что это за пакет и что в нем находится, объясните. Это пакет с деньгами, сумма 5 миллионов рублей. Красильник Фалексевец меня требовал 5 миллионов за устройство на должность руководителя Каспийского управления Росрабововского. Росрабовского, за назначение на должность, да? За назначение на должность. Эти денежные средства вы, находясь в автомобиле, передали последнему гражданину, да? Передал лично в руки последнему гражданину. Все, значит, больше у меня нет никаких вопросов. Сейчас будет осмотр места происшествия проводиться. Значит, время у нас... Пакет открытый. Да, 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 обязательно открыть пакет. Девушки, подойдите сюда, мы сейчас откроем пакет, вот этот вот достанье, который здесь находился, и продемонстрирую вам содержимое. Вот я открываю сейчас. Значит, на видеокамеру, пожалуйста, запись. Вот, как бы... И сейчас я извлеку содержимое, что находится в пакете у нас здесь. Значит, упаковка банковская, значит, в которую упакованы, значит, денежные средства. Имеют записи, значит, соответственно, дата. Значит, московский банк написан, как бы, да, прошло зафиксировать вот это все. Купюра, которая находится сверху, имеет серию и номер, соответственно. Так, сейчас мы перевернем тоже упаковку. Здесь тоже имеется купюра крайняя, которая имеет серию и номер. Значит, в ходе проведения осмотра применялось техническое средство видеокамеры марки Panasonic HCV-110, номер такой-то. Осмотр производился при естественном освещении. Осмотрим, установлено. Автомобиль марки Escalade сдаст на регистрационный знак. В салоне данного автомобиля на заднем сиденье обнаружен пакет белого цвета с надписью «Книжный лабиринт», в котором находится банковская упаковка денежных купюр с реквизитами банка, в котором имеются купюры достоинствами 5000 рублей с номерами купюр, видимых через прозрачную упаковку. А именно купюры достоинствами 5000 рублей с номерами Игорь Григорий 913-0907 и номер Анны Елены 548-5746. Также на заднем сиденье обнаружена сумка черного цвета, в котором находились личные вещи. По поводу обнаруженных денежных средств на осмотре пояснил, что данные денежные средства, в количестве которым он не смог пояснить, получил в качестве займа от угла от... В свою очередь, пояснил, что передал 5 миллионов рублей в качестве оплаты назначения на должность начальника Волгокаспийского управления Росрубоводства. Все, протокол закончен. В ходе осмотра проводилась видеосъемка. Выше указанные в протоколе предметы документа упакованы в пакет белого цвета и опечатанная полоска бумаги белого цвета с печатями для пакетов ОЭП-ЗАО и подписями участвующих лиц понятых. Значит, протокол был зачитан вслух. Все, вопросы есть? Подписывать будете? Или отказываетесь? Да, чё подпишу? Подпишутся, да? Там подпишу. Нет, здесь. Ну, а чё это такое? Да откройте, айляк, но там Жабров будет подписываться, да, за свидетельство. А там в черной сумке еще айфон лежал. Да мы потом его осмотрим, когда будем осмотреть. Айфон нет. Айфон нет. Да ничего, мы не... вам... поверьте, нам ваш айфон не нужен. У меня снова два айфона. Отказывают? Будете подписывать? Подпишу, подпишу, да. Вы подпишите, да? Все, значит, Жабров подписывает. Нет, я... Покажи, где, у нас что-то там. Нет, просто я... Ну, нет, честно, я вообще не вижу.